Что не хватает соцсетей, действительно, сейчас же интернет, но переписывайтесь, а чего на подъездах-то писать? На Антонине Ивановне 46 этажей, но второй подъезд в доме по улице Шилова у нее на особым счету. Все потому, что моющих средств, а еще труда и нервов тут она оставляет больше всего. Цитаты из паблика ВКонтакте, диалоги и душевные переживания, все как на ладони. Если в соцсетях такие послания можно стереть одним кликом мыши, то со стен в подъездах и лифтах только специальными средствами. Однако на стенах пишут не только подростки, взрослые, как видно, тоже не прочь излить душу. В декабре жительница Н-ного района застрелила соседа из-за ремонта. Совсем, навсегда, по-настоящему. Будьте внимательны, вдруг здесь тоже живут такие соседи. В нашем подъезде проживают представители быдла. Они не могут донести мусор до мусорных контейнеров. Давайте не будем равнодушными и вычислим этих граждан. Они достойны всеобщего презрения. И все же есть четинцы, которые развешивают объявления не только для того, чтобы выразить недовольство, а исключительно с благой целью. Стихотворение сборника Александра Сергеевича Пушкина – лучший пример. Интереснее прочитать стихотворение, пока едешь, чем смотреть, допустим, на вот этот чат. Психологи утверждают, такие месседжи – симптом не из лучших. Человек, пишущий на стенах, либо кем-то не услышан, либо просто боится получить негативный ответ. И такая привычка безответного общения, уверяют специалисты, появилась из-за социальных сетей, в которых особенно много времени проводят дети и подростки. Детки беспокоят, они разучаются, их нужно учить всему, в том числе и общаться. Пусть это будет столько качественного общения, пусть это будут какие-то элементарные фразы, вопросы, как ты себя чувствуешь, как прошел твой день. Так, так проще, так ты не получишь ответ, так меньше ответственности. Психологи бьют тревогу, люди теряют качественное общение. Им легче поделиться радостной новостью в соцсетях или в лифте, нежели пожелать хорошего дня или попросить соседа не шуметь лично.